Добрый вечер. У нас обращение к мэру Саратова, Исаеву. У нас ситуация обращения от родителей школы номер 39 в связи с тем, что администрация заводского района предложила объединить пятую гимназию и нашу 39-ю школу. Проблема в том, что больше 80% родителей, которые представляют своих несовершеннолетних детей. Против объединения вчера проходило собрание, мы высказали свою точку зрения представителям администрации. У пятой гимназии и нашей школы абсолютно разные программы, абсолютно разные. И дети, уровень подготовки у всех разный. Как нам быть? Никто нам вразумительного ничего не мог сказать. Поэтому мы хотели бы отстаивать свои интересы, мы будем их отстаивать в том, чтобы остаться в этой школе. Мне довелось связаться с администрацией незадолго до проведения собрания. Я ездила на прием. На что мне было сказано, когда я задала вопрос, по какой причине у нас будет проводиться объединение, мне сказали, что наша школа нерентабельна. У меня вопрос к Исаеву, к губернатору. Что такое рентабельность? Рентабельность – это производство, которое не приносит прибыль. Это что такое? Это что у нас, школа прибыль, что ли? Еще такой немаловажный фактор. Как они пообещали, говорят, что, вы знаете, при объединении мы профинансируем вашу школу, мы ее отремонтируем. Задаю вопрос. Я говорю, а что, без объединения в нашу школу финансирование не будет поступать? Или наши школы с капремонта снимут, с очереди на капремонт? На что было отвечено? Нет. Тогда объясните, говорю нам, пожалуйста, внятно, зачем нужно это объединение. Ну вот, вы понимаете, будет комплекс. Да мы не хотим комплекс, потому что мы уже понимаем, нам уже объяснили. Я сама по образованию юрист. Перед тем, как пойти навстречу, я посмотрела все отзывы. У нас же ведь эта ситуация по стране идет не первый год, она с 2012 года. Соответственно, никто не доволен по той причине, что, когда объединение идет, универсального класса в нашей школе уже не будет. Вот у меня ребенок в девятом классе, он уже не пойдет, не сможет пойти в десятый класс именно в этой школе. То есть ему придется менять преподавательский состав, придется менять одноклассников, с которыми он проучился на протяжении девяти лет. Дальше что? Ну вот, еще раз говорю, внятного нам ничего не ответили. Я поняла так, что они захотели, они вот решили, и не спрося нас, они просто приняли решение. И все, то есть вот будет так, и все. Разве так можно? Мы просим оставить нашу школу в покое и наших детей. Они у нас не подопытные кролики, это дети. Не надо им ломать на начальной стадии психику. Программа эта новая, и почему-то решили именно на нашей школе, как правильно сказали, что как подопытные кролики. Мы, например, мы только поступили, да, мы учимся в третьем классе, у нас только все начинается, все начинается, и получается нам все просто на корню сейчас обламывают. Если бы мы хотели получить какие-то гимназические знания, мы бы пошли в пятую гимназию. Мы пришли в обычную общеобразовательную школу. Если у ребенка там будет знания, у него будет и так. Нам надо оставить нашу школу, нашу программу, по которой мы учились. Как они пишут, везде пишут заучить. Одна и та же фраза. Мы хотим поднять статус школы. Но вы поднимите так статус школы. Почему? Получается, за счет наших детей хотят поднять статус школы. Так поднимайте. В нашем комсомольском поселке получается всего три школы. Это гимназия, 59-я школа с углубленным изучением предметов. И единственная средняя, самая обычная школа, это наша небольшая 39-я, в которую могут ходить, собственно, все дети. Если бы мы хотели, чтобы наши дети либо глубоко изучали предметы, либо были гимназистами, то мы бы обращались в эти школы. Потому что поселок наш довольно компактный, мы все, собственно говоря, все здесь друг друга знаем, все дети растут на глаза. Но как можно оставить поселок без обычной общей образовательной школы? Почему все дети, что нужно всех гимназистами зачислить? Они не могут быть все гимназистами. Все люди разные, все дети разные. Я бы хотела высказаться от вас со своей дочерью. Я понимаю, что несовершеннолетний ребенок, она сейчас в 6-м Б учится. И тоже, когда зашла речь, она категорически против. Она, мама, пожалуйста, ну хоть как-нибудь, ну что-нибудь сделайте, лишь бы не было объединений. Даже дети сами. Сташи классики, да, у них же есть дети. Ну как можно, да, как можно переступать? Через детей, через родителей. Ладно, родители, да, то есть мы уже привыкли к этим обещаниям. Через детей. То, что нам плюет на голову, простите за выражение, наши же избранники, за которых мы ходим, агитируем, да, и голосуем. Но здесь касается детей. Мы-то, может, не хотим, чтобы гимназисты были, но если мы знаем, что наши дети... Но мы, во-первых, интересы своих детей будем защищать до последнего. И, соответственно, будем защищать интересы школы. Включая учителей всех наших и директора. Потому что благодаря, кстати, нашему директору, Светлане Николаевне, как раз-таки образовалась такая домашняя атмосфера, понимаете, что необходимо как раз-таки детям. Они сюда в школу, они не просто идут, они бегут в школу. Где это видно, чтобы дети хотели в школу? Наши хотят, понимаете? Почему мой ребенок должен уходить в другую школу лишь потому, что вот это кому-то кольнуло из нашей, там, я не знаю, там, главе администрации, я не знаю, кому это, в общем-то... Ну, не считаю этого человека умным, потому что вот мозгов сгорошено. По-другому я сказать не могу. Пусть выбирает другую школу, кто согласны родителям. Мы не согласны. Пусть выбирают другую школу, кто... Да, кстати, я еще то же самое сказала Володин. Прежде чем принять какое-то решение, вы спросите мнение населения. Мы все против. Причем не только мы, понимаете? То есть даже местные бывшие выпускники тоже говорят, ну это с ума сойти можно. У меня бабушка преподавала. Мои родители закончат школу, но оставьте нашу школу в покое, на самом деле. И в то время, как в нашем царстве государства по всем каналам, из всех, можно так сказать, утюгов, кричат о том, что строятся новые школы, новые детские садики, необходимо повышать демографическую ситуацию в стране. И как бы мы все не будем скрывать этого. Гоносовали за единую Россию. Мы голосовали за гаранты Конституции, за эту Конституцию, за президента Владимира Владимировича Путина. И уж, может, до него как-то донесется, что показывают, что вроде как все хорошо, все везде открывают, а де-факто район растет, а школу хотят закрыть, присоединить. Но, скажем так, у всех разные способности у детей. У кого хочет, чтобы дети в 5-й гимназии учатся? Никто не хочет. Все, кто хотел учиться в 5-й гимназии, спокойно пошли, написали заявление, их туда приняли. Правильно? А вот это в свободном государстве насильно, грубо говоря, ромают через колено. Поэтому мы убедительно просим, даже не просим уже, а требуем, оставьте нашу школу в покое. Продолжение следует...